Девушки отдыхают 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 Давай, пойдём. Да, да. Слушай, почему нельзя ничего сделать? Нормально объясни мне, пожалуйста. Хватит. Если я такой плохой, значит, найди хорошего и лети с ним. Всё. Молодой человек, метро где? Так и может, я отвезу вас? Чего? Игорь Борисович, да? Может, ты довезёшь. Заодно вон и твою старушку посмотрим. Ой, было бы хорошо. Поехали? Да. Один из моих любимых писателей Джонатан Свифт сказал, почему, сказал он, мы постоянно ругаем тех, кто ошибается и забываем хвалить тех, кто просто чертовски хорош. Ты же меня подвёз? Подвёз. А мог бы этого и не делать. Прошу. Серёж, это наш гость. Ты машину досконально проверь. Вот. И выпиши тест-драйв, пока мы его авто облизываем. Но машина не застрахована, не на учёте. Залог нужен. Серёжа, Серёжа. А что, Артём, нет ли у тебя чего-нибудь? Квартиры, например, нету. Ну, короче, фильтры я тебе поменял, а с ходовой у тебя полный беда. Извините. Алло. Алло. Артём? Здравствуйте, это Вероника. Мы с вами акул вместе кормили, помните? Ой, Вероника. Да. Опустите. Мне нужна ваша помощь. Да, конечно. Что-то случилось? Нет-нет, всё в порядке. Просто дело в том, что я сейчас монтирую программу, и мне не хватает планов. А я помню, вы снимали на мобильной, если не ошибаюсь. Вы не стёрли? Нет, не стёр. Артём, скажите, пожалуйста, вы не могли бы дать переписать? Конечно, конечно. Ой, спасибо вам огромное. Скажите, куда пришла от водителя? Привет. Здесь нужна ваша помощь. И вот здесь вот. Ну что, Януш, в район тоже пробки? Да я вообще давно тут стою. Я Денчев, слепой. Ни хрена себе компот. Ну не всё ж документы-то возить. Это цветы мне, что ли? Да нет, Минки купил. Эта готова. Да ты что, я не знаю. Это цветы мне, что ли вы с ней наружу с ней. Тем не менее. Ну, если бы и в район тоже был, когда я рос. А, вот для кого ты машинку взял. Да. Ну... Подожди. Она знает, что ты... Хм... Бумажки разводишь? Эх... Откуда? Аааа... Продолжение следует... 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 Вон, Коль, я домой. Пошли. Руль. А? А. До свидания. А руль это кому? Дай ответ в сигнализацию. Ну, без рулетки, куда его не справишься. И напарник у вас, конечно, колоритный. Который? Этот? Ну, вот. Да копать его. Местного? Залемска. Короче, Демидова вряд ли удастся вызвать. Он сам кого хочешь вызвать. Даже мэра. А че он такой? Счастливо. Счастливо. До свидания. Че, прокурор что ли? Да круче. Он как Пушкин. Наше все. Карабас-барабас. Хозяин города. Ну, он бывший мастер с завода. Они в девяностых бригаду сколотили. Ну, и, короче, это, завод под себя подмяли, карьер там песчаный, то, сё. Ну, а там, кто без вести пропал, там, кого запугали. Ну, и, понимаешь? О, а это у меня кресло списанное. Да тёщу надо отвезти, она всё просит уже. Лиз-кмиссов. Привези, привези. Да привезу я ей. Опа. Есть, контакт. Ну, а тебе есть, где остановиться? Да придумай че-нибудь. Здрасте, до Пушкинской. Подозрение на острую аппендицию. Врачи, что ли? Садитесь, садитесь. Да у нас зимой эпидемия гриппа была. Так они весь годовой запас талонов на бензин истратили. Вот теперь на попутках ездят на вызовы. Жми! Садитесь, 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 садитесь. Болев! Дай мне туда, сюда! Вон он не слабанулся! Давай погнали! Эй! Молодой человек! Садитесь, а то стреляют у нас сегодня! Алло! Пап, телефон сорвался! Ты почему не приехал? Обещал же! Я тут участок под картошку застолбил! Спахать надо! Тут люди хорошие! Лошадь мне обещали сдать! Пап, забыл совсем! Ладно! Попробую договориться! Но смотри! Четвертый крайний срок! Ну... Ты дверь-то хоть на даче поправил? Не совсем! Абонент временно недоступен! Отца слушаться надо! Я он тоже строгий! Зато дочка замуж выходит! Я под это дело в Алябинске кредит взял под завод! Да, у нас полгорода под кредитами! Я же технолог! Старший! В заводе трубы катал! А завод встал, людей катаю! Ничего! Росресурс обещал контракт продлить! Там Суходольский завод встал! Я тысячу раз говорил, я буду работать только с норвежцами! Росресурс? Да! А под залог-то что? В том что! А руль где? Укатился! Мест хоть помнишь? Меня за один косяк квартиру могут лишить! Тут знаешь сколько желающих жить! Копать мою картошку! Вадик! Извини! Падай ты, падай ты! Да, Егор! Ну чего? Твоя! Да пока не смотрел еще! Блин, Тёма, детский сад! Правда, я тебя человека в Суходольске нашел, на самолет посадил! Чего ты тормозишь? Недреев! За тобой Москва! Слушай, а ты телефон Вероники нашел? И не собираюсь! И тебе и так с ней помог, а ты налажал! Чего? Как ты помог? Я ей сказал, что ты олигарх! Ну то есть, ну пошутил! Егор, ты чё, дурак! О! Все, я больше не могу! Слушай, ты не поверишь! Столько тобой народу интересуется! Ну к тому же, пока они не разберутся со вчерашним, он на нее не сядет! Спрячет день на острове! Ну а если билет на самолет не достанешь, вон Светка тебя на поезд посадит! Дайте! Я на железке работаю! Ага! А где этот остров? Вон дом видишь? Да! Справа от него, зеленая крыша, гаражи! А в каком машине? Не знаю! Надо будет все гаражи проверить! А вон, калитку видишь? Перед домом, открытая! Они ее никогда не запирают! Как ты думаешь? Высох? Ну-ка! Да нет! Далековато! Да, далеко! Надо плыть! Нет! Плыть надо, когда стемнеет! А! Это! Это Настин! Там течение сильное! Спасибо! Ладно, все! Дальше ты сам! Вадик! А? А ты что, не останешься? Дорога! Ты рядом! Че, не доберешься что ли? Ага! Ой, ребят, это за мной! Так я же могу довезти! Ребят, никаких проблем отдыхайте! КОМПИЯ КОМПИЯ Хураэля, ты на гитаре, я на баяне, в прямом эфире, на голубом экране, в этой роли себя слабо представляем мы. Белый костюм Хураэля, ты на гитаре, я на баяне, в прямом эфире, на голубом экране, в этой роли себя слабо представляем мы. Я помню, мне кто-то как-то давно сказал, но это было где-то лет десять тому назад, что впереди нас ждут большие перемены. А я не верил, но вот проходит время И я стал больше понимать, чем же тут дело Все дело в том, что мы с каждым днем взрослее Стареем быстро, да и силы уже не те Года мы тратим на убыль, идет счет лет Мы в белых костюмах у рояля Ты на гитаре, я на баяне В прямом эфире, на голубом экране В этой роли себя слабо представляем Мы в белых костюмах у рояля Ты на гитаре, я на баяне В прямом эфире, на голубом экране Он просил, чтобы ты меня свел, садьма Как я? Мы слышим, что он в этом уголе, садьма Да ты его знаешь, как его забыл Куда не сведешь ты у меня? Оксан, сходи в будку Может, дай кукурузчик Значит, вам нужен комиссар Товарищ Филимонов Мне Филимонов Запоминаю адрес Курортная 13, на чердаке Курортная... Руки! Беги, парка! Курочка! 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 КОНЕЦ Тайсона выпусти, пускай свои харчи отрабатываются Тайсона, Тайсона Тайсона, Тайсона Тайсона, Тайсона Тайсона, Тайсона Я же сниму. Куда мы? Ммм. Угурцы хорошие. Ммм, светлый белый. Так это ж Везняковский 37. Ага. Сорт такой. Они в маринады, в засол годятся. Ага. Так у меня рецепты есть. Я их сама собирала. Я-то все не... Ой! Я-то все наизусть знаю. Кушку, ты что, не видишь кошку, что ли, у тебя под ногами бегает? Вот. И огурчики, и борщи. Я-то все наизусть помню. Света, ну хватит. Ну что ты опять начинаешь? Опять поварешку эту свою. Ну хорошо, колбаски подрежу. Что делать будем? Это лед бы. Можем. А зачем? Вадик! А? Вадик! Что? Можешь. О! Нифига себе. А мы вас с вертолетом еще. А мы вас с вертолетом еще. Ты че вообще приехал? Я? Нифига себе. Ой, пойду еще колбасы подрежу. Тем, ты нормальный, а? Ты бы медведя еще привел. А собачка, а она огурцы ест? Да, людей ест она. Ест. А вы как заболели? Купался. Я тоже. А вы видели ее по телевизору? Угу. Я с ней знаком. Разыгрываете, да? Нет. У меня же видео есть. Ай, было на телефоне. Так и знала, что шутите. Да нет. Вот. Смотри. Это она мне подарила. Что это? Это камень, куриный бог. Дай руку. Зажимай и загадывай желание. Оно сбудется. А вам можно? Здравствуйте. Проходите. Нужно. Вы сейчас видите, что так поздно. Все. Ну что, докупалась. 38, второй день. Ну и кашель такой, знаете, не сильный, но вот прямо сухой такой изнутри. День добрый. Следственный комитет, Москва. Глазунов Иван Андреевич у себя. Здравствуйте, да. Доложите. Войдите. Иван Дмитриевич, к вам тут из Москвы следственный комитет. Проходите, пожалуйста. Да вы не беспокойтесь, Иван Андреевич. Спасибо. Ну не по вашу душу. Пока. По крайней мере. Кабинетиком не поделитесь. Тут с одним вашим местным деятелем нам пообщаться нужно. Ой, извините, вы не против? Пожалуйста. Ну, отлично. А вас как, простите, по именючеству? По званию? Майор Глазунов. Егор Михайлович. Что-то жарковато у вас, а? Опаньки. Даже так? Чего, покушение боитесь? Да нет, не боюсь. Так ведь честному человеку бояться нечего. Верно? Что? Ну вы честный человек? Вам опусаться нечего? Да, верно. Ну вот, все. Попросите дежурного освободить камеру. А, сейчас сделаю. Артем Григорьевич, пригласите ко мне Демидова. Да, наручники, кстати, можно не снимать. Угу. Че ты стрибишь? А? Ну, а я как раз сейчас на территорию поеду. Если что, свечи там, в столе. Какие свечи? Ну, просто свечи. Ага. Вечерний экипаж ее уносит на окраину Москвы. И там шальная императрица В объятиях юных кавалеров забывает обо всем. Как будто вечна, ночь будет длиться, как будто разочарован. Выводите. Ой, здрасьте, Данила Сергеевич. Да-да, Михаил Григорьевич. У нас все нормально. А вы изымайте, вы все изымайте. И оружие, и документы. Да нет, у нас проблем нет. Это обычно у всех с нами проблемы. На связи. Ну что? Присаживайтесь, Данил Сергеевич. Не-не-не-не, не на диванчик. На стульчик попрошу. На стульчик. Тут тебе не бар. Давно. Давно мы хотели с тобой познакомить. Познакомить. Ну что? Я вижу, ты человеческий облик совсем потерял. Да? Сотрудников милиции увольняешь, словно министр. Ну ничего. Знаю, у нас министры тоже плачут. На каком основании меня задержали? Это ты сам думай. А чтобы легче было думать, я тебе про завод напомню, который ты по заказу развалил и без работы полгорода оставил. Про государственный карьер, с которого ты песок тыришь, а местные менты тебя крышуют и прикрывают. Я не знаю. Приятного аппетита. Я-то здесь при чем? Запомни. Даже если ты не при чем, то ты все равно при чем. Или ты не понимаешь, какая сейчас ситуация в стране? Так, ладно. Да. Слушай, сюда. Ничего я не... Не краду. Мне нужен адвокат. И дайте мне сюда телефон. Дам. Дам позвонить. Будет тебе адвокат. Сядете вместе и вот это почитаете. Показания всех твоих опричников. Всю телефонную прослушку. Ты что думаешь, мы к тебе из Москвы с голыми руками приехали? Артем Григорьевич. Посмотрите в дежурной части. Камера готова? Есть. И это мы тебя не пугаем. Пугают детей, чтоб боялись. И через два часа ты в этом убедишься. Здравия желаю, Сергей Валерьевич. Да, все в порядке. Вот как раз беседуем. Конечно, доложу. Добро. Ничего себе, какие люди тобой интересуются. Сам Визняковский позвонил. Вот это да. А кто такой Визняковский? Ты не знаешь старика Визняковского? Он столько таких огурцов, как ты насажал. Тридцать седьмой отдыхает. Короче, дело к ночи. Давай колись про свой карьер. Давай, давай, давай. Или что, квоты для вас вообще уже не указ? Вообще охренели здесь! Ну? Камера готова. Вот и отлично. Да? Вадик, ну ты где вообще? У нас опять тридцать девять. Надо срочно в больницу ехать. Скорее приезжай, пожалуйста. Все, все, еду уже, еду. Все. Куда все разбежались-то? На подстанцию, Пушкин звонить будет, а? Черт! Коля! А ты чего туда? Материалы подписать. Демидова взяли. Кто? Следственный комитет из Москвы. И если команда Дадина, а она Дадина, то не помогут тебе ни покровители, ни Совет Европы, ни сам Господь Бог. Заказ отрабатывайте. Отрабатывайте. А если даже и заказ? Да. Это... Сидеть. Я сейчас. Карьеру решили отжать. Ладно, а где они обыскивают? Вот возьмите, пожалуйста. Какие нашли колготки? Какие колготки? Не, подожди, не кричи. Так это, наверное, твои колготки. А, точно, это же мои. С работы. Мы их на захват одеваем. Нина, не Арилыча, поди посмотри, чтобы не украли, не подкинули чего. И протокол обыска внимательно подписывай. Почитай сначала. Ты это, не знаешь, они на работе уже были. Так, пойди, пойди, тихонько узнай. Так, Сюнечка, я не могу, у меня тут это... Давай, давай, давай. Копать вас всех, мне домой надо. Ну что, ты будешь принять адвокату? А что, есть варианты? Варианты всегда есть. Числится за тобой один должок. Ну это, конечно, пустяк по сравнению со всем остальным. Тачку ты недавно купил в Москве паленую, верно? Так откуда же я знал, что она паленая? Я заказал, меня пригнали. В общем, машину нужно вернуть хозяину. Без протокола. Материалы, времена. Придержим. Пока. Если ты дальше будешь слушать о старших. А точно придержите? Не боюсь. Следственный комитет за базар отвечает. Егор Михайлович, подождите. А как же, ну то, что он завод развалил? Специально? Так. И что? Опалить во всех без разбору. Кто палил-то? Так. Артем Григорьевич. Да, Егор Михайлович. А давайте выйдем на минутку. С удовольствием. Я же говорил тебе, помалкивай. Все дело испортишь. А давай его посадим. Как посадим он Марс? Да хрен с ним за тем мерзом. Прикольно. Давай. Ладно, идем ко мне сейчас. Не до приколов. Ты чего? Какой прикол? Я не прикалываюсь. Он же убийца. А с городом что сделал? Врачи на попутках ездят. Подождите, что баба мозги вообще снесла? Ты при чем тут? Кого мы посадим? Это нас сейчас посадят, если мы не свалим отсюда. Ты кто такой? Ты курьер. Из рая. Аймин. Обычный майор. Без ксива. У нас нет ничего на Демидова. Вообще ничего. Ты понял? Ты меня сейчас понял? Ты понял. Понял. Он же почти признался. Значит я все понял. Мы сейчас заходим. Я продолжаю. Один раз ты влезаешь. Я уехал. А ты Сашаеву поливай и выращивай. Я там. Ну что, Артем Григорьевич, та машина? Угу. Это… А, давай я назначу им писать. Оставь место пустое. Сами впишем. Да, у меня это… Втори ключи я где-то потерял. Ничего. Переживем. Угу. А материалы? Обещали же. Письмом вышли. Заказным. А он ждал. Готовился. Уже примерял ватничек лагерный по ночам. Поэтому так быстро согласился. Тема, запомни, грешить нужно так, чтобы не было стыдно рассказывать об этом. Опа. Что ему нужно? Может, врубился? Так, притормози, как? Угу. Ребят, сучот не забудьте снять, а? А то маме налог придет. Ладно. Ну, давайте. Все, счастливо. Угу. 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 Ты что, не будешь? Нет. Не хочу. Ну, что ты мрачный такой? Да. Старик, все ж классно. А? Машину забрали. Живые. Здоровые. Ну, что ты? Ты из-за Демидова, что ли? Тёп, ты меня пугаешь. Ну, нельзя же так, старик. Все иначе устроено. Поверь мне, я ничего не смог бы сделать. Да просто... Кто-то же должен мочь-то, а? Должен. Слово «долг» нематериально, в отличие от слова «долги». Все, Тём, понимаешь? Все. Вот. Гиля до полу дошла. Тебе не угодишь. На. Не то сказал, не то сделал. Да ну тебе. Все. Не надо мне угождать. Ты вот лучше думай, как ты землю будешь на завтра возвращать, если умный такой. Тимур. 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 Чего? – Да? – Можно мне огорчить? Конечно. А я тебе говорил, что в нашей работе нет мелочей. Заработаешь на такую машину, поймёшь, может быть. Здрасте, Игорь Борисович. – Тёма. – Ага. – Здравствуй. – Здрасте. Ты чего? Да у меня что-то машина опять не работает. Передача задняя не включается. Ну, да. Мы ж тебе коробку-то и не смотрели. – Так это, может, посмотрите? – Конечно, конечно. – А где она? – Да вот тут, за углом. – Пойдём. – Пойдёмте. Пойдём, посмотрим. Мы твою машину. – Аккуратней, голова. – Ага. Вот, туда. Причём, сначала всё нормально было. Ну, как часы. А потом, что-то звук какой-то нехороший пошёл. – Ну, какой? – Ну, включаешь так. Хрипит вся. А теперь вот совсем что-то не работает. – А где она была? – А вот это ты нам сейчас и расскажешь. – Ты веришь, что я тебя подсажу? – Я б хотел разговаривать как-то цивилизованно, в присутствии адвоката. – А присутствие адвоката не освобождает? Это уголовная ответственность. – Игорь Борисович, ты же у нас уже не урка засиженный, и судимость твоя прежняя, по чистой глупости. – Я же всё понимаю. Бес попутал. – Бывает. – Тут у меня откровение зама твоего. – Уф, аж дух захватывает. Это ж ты ему ввелел договор составить. – Дай почитать. – А вот это правильно. Молодец. – О, ты у нас человек опытный, грамотный, сам, чистосердечный. – Главное правило помнишь? Сдаваться надо вовремя. – Ну чего? – Ну чё, Тёма, есть две новости. Хороший, а не очень. С какой начать? – С хорошей. – Раскололся, твой друг. Ой, раскололся. – Чё говорит? – Землю вернёт. И даже машину оставляет в качестве компенсации за моральный ущерб. – Ха! – Вот как надо с ними. Доброе слово и компромат лучше, чем просто компромат. – Красава. – Жалко только, что его мы тоже не сможем посадить. – А чё так? – Потому что есть вторая новость. – Готов? – Ну? – Готов? – Ну? Чего? – А это не твой Мэрс. – Вот чё опять не так, а? – Да вернуть её надо. Чего? – Кому? – Демиду. А, ну да, конечно. Конечно. Нет. Это обязательно. Да. Человек же наверняка волнуется. Да. Ночей не спит. На валерьянку подсел. Да. Поехали прямо сейчас. Давай, давай. Садись, садись. Навигатор есть. Доберёмся. – Да я же не шучу. Чё ты? – Ну давай только без нервов, ладно? – На. – Давай. – Кто просил его посадить? Вор, преступник, убийца, сволочь. Я или ты? Вот эти деньги не у тонка заработал. Да, только чем мы от него отличаемся тогда? Хотя… Хотя… Ты знаешь, может ты и прав. Угу. Прав, прав. Всё, прости. Эээ… Да, 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 да. Так честно нужно. Вот честно нужно. Да и спокойней будет. Поступаем следующим образом. У меня есть связи на вокзале. Я договариваюсь. И завтра же грузим и назад в Суходольск. Всё. Так точно. Вот так. А Вадик потом её Демидову и подкинет. Ну, подгонит. Ну, подкатит. Вот. Идёт? Алексей Павлович, есть свежая распечатка? Читай. Так, Глазунов. Тачка нулёвая, только документов нет и брать надо быстро. Неизвестно. Это не проблема. Короче, с человеком договорюсь, на месте решите. Да, мне пять процентов. Пауза. Я тоже рискую. Глазунов, это я рискую, а ты только деньги считаешь в бухгалтере. Кому звонил, остановили? Нет ещё, я сразу к вам. Ну, вот собственно и всё, что я требовался доказать. На. Чё это? Телефон звезды твоей мобильной домашней, я пробил. Спасибо. Отличная всё-таки машина-то. Да, забыл сказать тебе, твой мэрс в Ингушетии, но туда я не поехал. Тёма, ты точно решил, второго шанса не будет. Ты не уезжай без меня. Проходите, пожалуйста. Виктор Николаевич, я тут был в Суходольске. В Суходольске. В Суходольске? Да. Да. Да и что? Виктор Николаевич это бизнес парень это огромный бизнес мы не можем думать любом маленьком городе мы всей стране думаем понимаешь да иду но там же люди хорошие люди у нас везде хорошие люди не волнуйся всему свое время и заявление оставь на столе может и прав не я все решаю и не ты а кто пиши пиши а и и и и и и и Куда дело? Отправил? Да, вот, грузит уже, порядок. Доставит в лучшем виде. И что самое главное, бесплатно. Денег же у нас нет. А им и доверенность не нужна, да, Егор? Она же на меня записана. Тем, да успокойся, зачем Демидов твоя доверенность? Тачка же его. В зеркало посмотрись, Егор. Примета такая. Куда? Тема, тема. Таааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа А Тёма опять бы всё испортил. Я просто продам машину и верну деньги, чтобы от меня отстали. Я же нормальный человек. Я не верю в куриных богов и исполнение желаний. Мы все нормальные. Эй, какие-то проблемы? Почему же тогда ни хрена не складывается? Ну, всё. Так, лежать ложимся. Я говорил, что найду тебя. Ладно, всё, поехали. Машину, быстро, быстро! Всем на землю, руки за голову, я сказал. Лежать, не двигаться, спокойно. Ты что, узнал меня? На мои денежки машинку себе хотел купить? Буртой вниз! Первый день, работай. Пошли, ребят, погибай, я тебе говорю! Самое плохое из того, что может случиться, когда не понимаешь, зачем. Я спрашивал себя, а чего я хочу добиться от Тёмы? Чтобы он просто стал нормальным, как все? Но в тот день я понял, что он и есть нормальный. Мы постоянно оправдываемся. Не мы такие, время такое. А Тёме не в чем оправдываться. Ну вот зачем ему эти развали? А может, это единственное место, куда могут вернуться те, кого он ждёт? Что значит? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Сносишь все-таки? Не. То есть, да. Сношу. А домовой? Сбежал. Как? На машине. Извини. Это Андрей прислал. Запись твоего собеседования. Хотел показать твое истинное лицо. Не судим, не женат. Ну и как? Похоже? Нет. Правильно. Оно еще хуже. Ну... Можно исправить. Как? Не работает. Попробуй еще раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А не продолжит ли нам шашлык в честь высокой гостя? Откуда мы тебя? Стоять! Опа! Ничего себе! А ты чё здесь? А давай я вопросики сначала позадаю. Машина чья? Друг дал. Для проведения спецоперации. Чего? Как я их выманиваю? Буду с жигулями или он с соболем? Дёшево чё-то оценил-то. Ребят, а чё машинами, что ли, торгуют? Мерень чистый. Не ворованут. Давай. Ну, гуляй. Пока. Ты чё, не веришь мне? Хорошо, в Вадику позвонил. Ты помнишь начальника милиции? Ну. Так вот, пока мы Демидовым занимались, он уже свои чемоданчики в жаркие страны и упаковал. А из аэропорта Депешев в Москву послал, с Роснатом простит свою команду. Да додавите хоть чуть-чуть. Да додавлю я. Давай, давай, сынки! Вот Демидова первым и упаковали. Так что, Мерень теперь. Без призора. О, ты говоришь, крестьянство бедствует. Погляди, на каких конях пашут? Россия поднимается с колен. Ну, наконец-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова